Всем привет! Сегодня распаковка. Пришел пакетик от магазина Геобест. Я у них, так сказать, на сдачу заказал карабинчики. Стоили они мне 2 доллара 72 цента. Карабинчики мелкие, особо про них рассказывать, я думаю, и нечего. Выглядят они вот так. Это S-образные карабины. В общем-то, полезная мелочевка в некоторых ситуациях позволяет сцепить какую-нибудь связку, прикрепить один предмет к другому. В общем-то, достаточно полезная в хозяйстве штука. Осталось только проверить, насколько они прочные. Я это собираюсь сделать сегодня на тренировке. И на данный момент могу сказать, что сделаны они все единообразно, довольно аккуратно. Вот так вот они выглядят. Ничего не торчит, никаких острых частей, которые будут цепляться за одежду. Пружинка в меру тугая. Единственное, к чему можно придраться, это к тому, что сама пружинка отстоит достаточно далеко от пластикового крючка. По идее, это не должно создавать проблемы. Хотя, насколько понимаю, это может быть специально сделано, чтобы был запас. Если под весом сам карабинчик растянется, то тогда пружинка дойдет до этого ограничителя в виде крючка. Так что, возможно, это так и задумано. Ну ладно, испытаю на разрыв. И посмотрю, что из этого выйдет. Давай. 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 Держит. Держит. Идет. Сними сразу все. Отделил карабинчик, который подвергался испытаниям от остальных. Он не деформировался, у него действительно есть запас по деформации. Пружинка так не доходит до крючка, что позволяет ей нормально отгибаться. А если подвесить большой груз, то карабин немножко растягивается и, соответственно, пружинка входит в зацепление с крючком. Посмотрел внимательно на карабинчики, все они сделаны единообразно, нет каких-то явно видимых дефектов. Здесь не торчат вот эти кусочки пружинки. Сделано все аккуратно, каких-то следов облоя, следов лития я не вижу. У меня основные сомнения были по поводу вот этих отверстий. Казалось, что они ослабляют конструкцию, но, как показало испытание в спортзале, карабинчик вообще очень крепкий. На общем, кстати говоря, приятный. В общем и целом, качество изготовления оказалось очень приличным. Цена хорошая. Ну а зачем он вообще нужен? Для того, чтобы что-то быстро друг с другом объединить, сцепить, допустим, объединить вот так в единую связку пульт и ключи, прицепить, ну скажем, фонарик, нож или что-то подобное, а потом при необходимости быстро отцепить. Я вообще предполагаю, один из карабинчиков использовать в куртке осенней. Он одним своим концом будет цепляться за петлю внутри кармана, а на другой конец я буду вот так затемляк подвешивать такие вещи, как фонарь и что-то еще. Это будет страховать от выпадения из кармана. Ну, плюс хорошо зацеплять определенные мелкие вещи за кармашки в органайзере. Ну, в общем, применение им найти вполне можно. По поводу качества получается так. Внешние карабинчики нормальные и качественные. Пружинки работают нормально и при этом они имеют многократный запас прочности. На этот карабин объективно у меня, по крайней мере, будет одеваться груз весом, ну, максимум, может быть, граммов 200, если речь идет о тяжелом ноже или о достаточно крупном фонаре. Этот карабин выдержал, как вы видели, 10 килограммов. Для него это вообще запредельное многократное превышение той нагрузки, которой он на практике будет подвергаться. Так что качество, на мой взгляд, очень неплохое. Я покупкой доволен, при том, что у меня она получилась условно бесплатной. Мне магазин возвращал деньги в связи с тем, что подешевело зарядное устройство. То есть я за него своих денег вообще не платил. Ну, и вообще, в целом, цена довольно неплохая. Если сравнивать с другими магазинами, то это хорошая цена. Так что покупка хорошая, вполне можно такое приобретать. Всем спасибо за внимание и до свидания.